Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня Греша. Номер 208. События дня. 2 Фесса на Никистан. 3.10. Если кто не хочет трудиться, то ты не ешь. 7 июля 2016 года. Ну и далее. Предупрежден. Вооружен. Считайте, что написано. Липовый профессор Шарлатан. 20 лет получал деньги. Травил людей. И все. Полное оглупление. Сейчас сообщают. Путин подписал закон, что миссионерской работой может заниматься только Московская Патриархия. Вот так. Если такой закон есть, то это где-то Антихрист уже совсем рядом должен быть. Кроме Антихриста никто не может проповедовать. А что он будет проповедовать? Миссионерское дело нельзя, во-первых, создать. Это от лукавого. Миссия это самая сложная. Нужны тысячи талантов. У них ни одного нет. Совершенно бесталантные, злобные. Кого они могут привести? Если сделают сыном гиенны. Христос сказал, обходят они, миссионеры, море и сушу. И еще не могут сделать. Они сразу без властей ни шагу не могут. Полностью на их стороне будет Антихрист. Но это закон подписал. Кто его будет слушать? И в свете львово, они как шли, так и будут работать. Баптисты. Если такой закон подписан, он никакой силы не имеет. Верующих не остановить. Ну и что, не будут теперь ваххабиты проповедовать или что? Ничего нету. Не знаю, насколько это достоверно. Но вот такое сведение пришло. Миссия эта, Христовая миссия, это труд Духа Святого. Они полностью, подвое пошли, исполненные Духа Святого. А про Духа Святой там речи никакой нет. Ущатся, семинарии, академии. Одного угождать к генеральному курсу партия. Они понимают только силовые приемы. Вот поднялись монахи против патриарха. Все православный собор затормозили. Не отменили. Отложили. То есть у них четкая программа подвести всех под Антихриста. Это слуги Антихриста делают. Потому что сколько же можно ждать именальной юстиции. Написано, должно было быть это, будет это. И вот они к этому сейчас все подводят. Вот вчера мне сбросил Потемин Евгений. Мое почтение, Игнатий Тихонович. У вас в Барнауле много объявлений. Видимо, вот это вот он, который я послал. Вот это впереди. Видимо, объявление. Что-то открою, оно исчезло. А почему исчезло, непонятно. Вот так. Ну а почему исчезло-то? Интересно. Я его вниз продвигаю. Ну ладно. А если вот здесь вот поставить? Тоже нет. Не дал такого. Обычно сунешь, ткнешь в Энтер, и тогда открывается вот где. Вот. Много объявлений о продаже всяких недорогих БУ, железобетонных конструкций. Этими плитами можно выложить дорогу в Потеряевке. Есть также ЖБ-лотки и другие конструкции, которые вам могут понадобиться. Евгений, не так все просто. БУ. Ну БУ, ну плиту положили БУ. Ну, еще это не говорит о том, что она будет так и лежать, как положили ее. Трасса без вибратора, без катков. Просто насыпана глина. И поэтому все это проваливается, кособойщит. А идет техника 17 тонн. Ясно дело, на один день. Обязательно она будет разрушена, потому что она опирается-то не на прочное основание. Да и довести, да и погрузить, да и разгрузить. Нам ничего нет. Это кран надо гнать. Кран. Там одну плиту поднять 10 тысяч. Ну, то есть это совершенно нереально. Нам только так, что-то на месте делать. И вот бульдозер, что, нагрудил, разровнял немножко сверху песок. Это в наших силах. Щебенка. А это нет. Никак. Мы строили когда храм. То действительно очень тяжело. Ну, кран. Вот он тронулся с Мамонтова. Все, счетчик включен. А он едет оттуда, как из шарщины гнали. Восемь часов. По полторы тысячи. Ну, вот и считай теперь на каждый час. Нет, это никак нельзя. Это невозможно. Ну, и события дня. Вот один день вчерашний. С утра день, посвященный памяти Яна Крестителя, 7 июля. Я на эту тему немного сказал, когда вышли из храма. Была божественная литургия. После этого дети вернулись. Завтрак и отдых. То есть дети свободные. Сделали им выходной день. Ну, а сами пошли работать. Работать-то идти. Нам надо пилить на озере, на пруду. 20, примерно, один год назад. Милиционер, тут дружинин Геннадий Петрович, митинговал подполковник. Остановил работу. Потом перепугался. Да и помер со страху. Что я наделал? Ну, что наделал-то? Все заросло и наросли большие, больше 20 сантиметров в диаметре осины. Все это надо убирать. Трактор-то придет, он не будет деревья на себя валить. А пни-то он выкорщивает. Но пилить-то нечем. По деревне пошли вот эти механические пилы. Делают там дружбы другие. Абсолютно никакое качество. Буквально только начнет работать, и уже сломалась деталь, что вы покупали. Научились так делать. Продает, вроде бы есть. А купил, ничего нету. Вот, вообще ужасно просто. Пошел по деревне, всех спрашивать, и кто. Даже дьякона, и то сломанная. Гляжу, стоит дальнобойщик, приехал. Книне Васильевне, сын ее, а она родная сестра моей жены. Ну, оказалось, у нее с собой маленькая пила есть. И он согласился. А тут Сашка, его сын, пришел из армии, крепкий парень-то. Ну, сразу за ними Сергей заехал, взял и поехали. И вчера мы там трудились. Ну, маленькая пила, совсем слабенькая. Но сделал много. А там болит, а кустарник. По кустарнику. Ничего не стал снимать, потому что мы уже это делали. Все. В это время гроза начинается, мы успели закончить. Приехали вчера двое на крещение с Беларуси. Потом их увидите. Ну, меня там нету. Приняли, накормили. И у нас такой порядок, что если человек приезжий, то он может спать, пока не выспится. Выспится. А потом сразу входит уже в ритм. В 4.40 будет вставать. Дети вот сейчас стоят уже не в 5, как вставали. Солнце стало позже сходить. Уже полшестого. И после воскресенья, с понедельника, вот оно рядом уже. То есть, последний раз уже в 6. То есть, мы идем за солнцем. Вот такой вот лагерь. Финологический, или как его назвать. Наблюдение за всем. Ну, с детьми здесь и Володя. Занятия идут. И в это время звонок. Только сели в машину, оттуда уезжает гроза, молния. Звонок. Во время грозы не советуют, и при том усиленно не советуют разговаривать по мобильному телефону. Случаи не однажды были, что молния убила говору на опыте. Звонят. Та выехали из Киргизии свои. Киргизии едут. Хозяин. Василий. И двое ребятишек. Вот звонят. Едет группа. Ждали мы из Екатеринбурга. Большую группу. Ну, какие-то у них там тоже неурядицы. Да с деньгами все связано. Главное-то. Были бы рядом то-то Галендухин Владимиров. Всего четверо ребятишек. Но надо встречать утром. А тут дольше и дольше и дольше. Вот сообщение. Сколько подряд. Вот считай. Эти только приехали, пробились. И не подсохло ничего. Все каша. Дорога просто каша. Ну, разумно. Непрерывный дождь. Идет и идет. А земля. Обыкновенная земля. Люди ходят. Пройдет транспорт. Все это разбивает. Ну и как? Ну, вот так. Встречать утром надо сегодня. В данный момент я сейчас 7 часов. Сейчас в пол седьмого, без 15 и 7 встречать. Кому? Вечером уже дело. Коров пригнали. В 8 часов коров пригоняют. Я дома сказал, меня не трогайте. Ну, Владимир, ничего, помочь не могу уже. Отошел. А, беспокоюсь. Кто их встретит? Володя и говорил. Володя, у меня велосипед-то в другой раз не работает. Ну, кто поедет встречать-то? Встречать надо только, чтобы обе ведущие были. Воси. Только вышел. Батюшка идет. Ну-ка, иди сюда. Куда идешь? Тянешься. Ну, вот скажи. Там у Андрея такая машина. И говорят у Володи. Плотникова. Если нет, значит, да я едва иду не могу. Там тоже работает. Там пилит. Кого там пружинка-то вставлена уже. Ну, ладно. Исаки идет. Исаки. Это сын Андрея. Ты скажи отцу, чтобы вышел, махнул мне рукой. Мне идти-то неохота по траве. Это все мокрые. Сапоги рваные. Вода хлюпает в сапогах. Ну, понимаете, бедность вопиющая просто у нас. Но все радостно. Никто не болеет. Его не видать нигде. В это время Володя. Я ему дал сигнал. Он приехал. Тоже не отвечает, чтобы деньги не снимали. Кто встречать будет? Володя на велосипед поехал. Договорился. Сейчас Андрей Устинов должен поехать. Он же вчера встречал. Они на трассе, на такси доехали. 16 километров. Проселком забрать этих с Белоруссии двоих. Теперь утром сюда. Ну, представьте. Вот он ехал 20 километров по этой грязище. И как он их. Сейчас, в данный момент, они уже подъезжают к Корщино. Вот посчитай по порядку. Сколько. Те сообщили, из Киргизии едут. В это время едет Роман из Подмосковья. Да, из Украины что-то связано. Едет на машине. И поехал не через Барнолу, а через Каменный Аби. И связались с ним. Батюшка тут. Позвонили. Говорит. А теперь-то позвонил-то батюшка. Деньги-то на Володину. С Володей, а у Володи-то вообще денег никаких нет. Он же ни копейки не получает. Нигде. Нигде. У меня-то пенсия идет. Я пенсии с ними делюсь. На телефон там где дать. Ну, как-то жить-то надо. Оказывается, он еще до Ребрихи не доехал. Так никуда не ездит. Никто встречать не будет. Приезжаешь уже ночью. Забейся там где-нибудь на остановке-то. Ну и жди. День-два простоишь. А тут всего 50 километров. Не проехать. Где этот Роман Малыш сейчас? В данный момент не знаем. Видите, вот в один день события. Приезжают люди. А уже сегодня пятница. Послезавтра будет крещение. Крещение. У нас работники нужны. Я с прудами вожусь. Это дорогу делать. Не сидеть. А еще эти тут нападки. Тут комиссия творит. Ну, вреда-то никакого нет. Ну, и пускай они творят. Пока что тут раздедутся. Уже никого не будет. К концу все подходит. Что спрашивать-то? Сегодня 8 июля. А 2 августа закрытие. Лагеря торжественное закрытие будет. Раньше 28-го было. Видите, как мы сбавили. Почему? Ну, потому что в обслуге учителя. Им надо заниматься школой. Сами ремонтируют. Сами. Все делают сами. Не копейки. Государство делало. Сами школу построили. Сами, сами, сами. Все сами. Я там печки сделал бесплатно. Это вот событие одного дня. Событие в воде, в городе. И люди все радостные, веселые. Там жалобы собралась. Дворкинская, говорят, свора дикарей. И они в Роскомнадзор надо. Как они оживились. Жалуются на Лапкина. Понимаете, занимаясь детьми. А одни волонтеры. У нас со мной 7 человек. И в 45-й год. И ни одного нет погибшего, замерзшего, утопленного. Ничего этого не видят. Почему православные, патриаршие часто причащаются. Одержимые демонами. Злобой непрерывной. И вот которые нас нападают. Это прихожане московской патриархии. Что сделали с людьми. И теперь на той стороне президент. Он решает, кому проповедовать, кому нет. Что непонятно-то. Полковник КГБ. Коммунист был. Или комсомолец и прочее. Какой он духовный человек. В духе понимает. А им разницы нету. Хоть черт. На загревах залезут. За рога будут держаться. Все. Потому что Бога не боятся. И не знают. Не знают совершенно Бога. Не знают Писания. Нарушают каноны. Это состояние сегодняшней патриархии. И вот к нам расположен митрополит. Местный. Иванников. Так они на него теперь нападают. Что Игнатия. Он там поддерживает. Так-то бы мы его задавили. А ты не даешь. Ну, пояс. Убийцы. Киллеры духовные. И они ни перед чем не останавливаются. И не понимают. И ничего. Лучше было бы им не познать пути истины. Неже познавши возвратиться от святой преданной заповеди. Ну, как пес на Блевотину возвращается. Мы же ежедневно это видим. Но мы молимся. И как-то Бог все это устраивает. Не знаю. Вот. Десятого крещения послезавтра. Двенадцатого розыгрывания. Половина почти уезжает уже. Ну, тут много-то не остается. Ну, вот это четверо уезжает за Гуляева. Четверо из Катерины Гурголь. Так интересно. Приезжает с Киргизии. Свои уезжают. То есть на этой цифре, видимо, так все будет стоять. Готовим вот новый пруд. Который готовили вчера. Это самый красивый пруд будет. Просто санаторий. И там много комаров. Но если там будет рыба, углубим. Удалось бы. Ну, как удалось-то, когда он не высыхает. А по дну ему бульдозер. Если бы был экскаватор Драглайн. Вот он забрасывает, как на тросу тянет. Но там вокруг деревья ему не развернуться. И не доставишь его сюда. Да и где его найдешь? Так-то бы можно было бы углубить. Ну, на сняло бульдозер должен убрать все корни. Работа серьезная, большая. И большие деньги. Большие. За час полторы тысячи. Даже везет. Тоже каждый час. Идет своим ходом каждый час. А нынешний еще решили дороже делать вроде бы. Ну, не знаю. Вот события одного дня. Одного дня вчерашнего. Только. Представьте, идем. Вода хлещет. Прямо еще от озера где-то. И тут же дети, которые поменьше. Скорее на кухню там тепло. И все веселое и интересное. А врос эти, которые дворкинские. Это рождественские международные чтения. Статус какой-то. Они там прям лопаются от лости. А почему дети смеются? Как это можно любить? Довольные. Там это гуру. Там это зомбировано. Они слова эти узнали. И ничего не знают. Бестолощи. И те, которые нападают, они такие же. Почему? Не молятся. Стоят-то, стоят, а не молятся. Связи с Богом нет. Ну, и сатана орудует здесь уже. Другой причины никакой нет. То, что Златоуз говорит. Для многих слова христианин. Лишь звук. Вводящий других в заблуждение. Это они. Мы нападаем они. Да нет, я сказал и все. Я один раз прокомментировал. Ну, никак в дела-то не вмешиваемся. А это именно так. Нападают. Нападают, чтобы нас не было. Ну, пока мы живы. Слава Богу. Богу нашему. Слава во веки веков. Ну, и тут уже. Я не выступаю по скайпу. Ну, чтобы меньше было ни скачивать, ни чего. Вот сегодня поставил 10 роликов. 10. 10 за один раз. Значит, у нас очень богатый материал. Интересный. Как пишут люди. Я один раз случайно зашел и завис. Говорит, не могу уйти отсюда. Думал сначала, подделка какая. Ну, не может быть такое. В такой бедности такие интересные люди. И такие идеи. Такие рассказы. Все здоровые. Такая природа. Видите, люди на что смотрят-то. А мы даже на это не смотрим. Просто живем. Живем просто. И радуемся. Просто молимся. Сами храм построили. А таких сел заброшенных. Это 20 лет было полное здесь запустение. Зайцы да воробьи. Таких сел еще 21 тысяча. Ну, подражайте вот где-то. Нападать на нас некогда будет. А что нас нападать-то? Мы вас досчитать не можем. Только можем молиться. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok